Сейчас я все настрою. Итак, добрый вечер. Еще раз всем, кого видел, кого не видел, целый от меня Игорь Меньков. Как уже меня Кирилл представил, вплоть до начала лета работал я в фирме, которую в прошлый раз назвали «Адский мужик». С середины лета работаю я на Локсовской судоверфи, и действительно мы занимаемся тем, что строим корабли. Но сегодня будем говорить немножко о других вещах. Собственно, речь пойдет о, в первую очередь, комплексе event processing, это обработка сложных событий, также про event driving архитектуру. И, собственно, что я буду сегодня рассказывать, это немножко... Я не буду очень удовлетворяться в хардкор, выносить мозг, как любит Кирилл повторяться. Я немножко объясню, как это, что работает, для чего это используется. Но, в принципе, начну с того, поскольку это все-таки размышления, как я до этого дошел, и постараюсь объяснить свое видение ситуации, может быть, сегодня с IT, используя эти две технологии. Мне очень нравятся люди, которые умеют приводить разные примеры совершенно из другой области и применять их к той области, в которой они работают. И почему, собственно, здесь эта картинка находится? Потому что слышал я одного умного человека, который говорил, что сегодня эти технологии развиваются примерно как железные дороги. То есть, если мы возьмем Америку, 19 век, очень хорошо развита инфраструктура, поезда ездят. То есть, со временем тот же самый паровоз у нас превращается в что-то подобное. Он выглядит красивее, он ездит быстрее, но принцип его не меняется. Он точно так же из пункта А ездит в пункт Б. Это один из столпов, на котором я хочу построить свое выступление. Почему? Потому что, если мы посмотрим на IT, как оно развивается, что прошло за последнее время? За последнее время увеличиваются скорости, увеличивается как скорость обработки данных, так и скорость передачи данных, так и объем данных. Но нет ничего больше революционного. Уже лет 20-25, в общем-то, революции, они такие очень мелкие. Все настроено на то, чтобы делать быстрее и больше. Это один из постулатов, с которого я хотел бы начать. Следующий момент. У меня сразу вопрос. Кто знает, что такое информатика? Кто помнит? Из школьного курса, может, кто-то в университете изучал. Наука по информации. Наука по информации. Дальше. Все? Хорошо. Расшифруем более точно. Это не просто наука о информации. Это наука о способах получения, накопления, хранения, преобразования. По сути дела, мы говорим о информации, мы говорим о данных. Следующий мой вопрос, уже зная это. А что такое информационные технологии? Это же самое, что сверху, как и со словом технологии. Ну, в какой-то степени, да. Можно... Ну, не науки. Информатика — это же наука. Информатика — наука. А технологии — это все-таки не относится к науке. Это дисциплины и области деятельности. То есть мы говорим о том, что при помощи технологий мы как раз-таки преобразуем, получаем, накапливаем эти данные. Приложение науки. Да, с этим можно согласиться. К чему этот второй постулат? Этот второй постулат относится к тому, что... Можете, конечно, со мной спорить, но мне кажется, что процентов 90 людей, сидящих в этом зале, которые называются разработчиками, в основном, повседневно, занимаются обработкой данных, их накоплением. То есть все, что мы говорим, бизнес-процессы и все остальное, это не что иное, как мы накопили данные, как-то их обработали, что-то с ними сделали. Разница сейчас заключается в том, что если 100 лет назад хватало одного-двух человек и определенного количества бумаг, чтобы обработать эти данные, то на данный момент количество данных такое, что без вычислительной техники не обойтись. И только маленькие-маленькие часть, 10% людей, занятых на сегодняшний день в IT, может меньше, может чуть больше. У меня, к сожалению, нет статистики, занимается действительно чем-то революционным. А в остальном мы все обрабатываем данные. И выглядит это примерно таким образом. Мы строим системы, которые эти данные накапливают, которые эти данные обрабатывают. Мы делаем юзер-интерфейсы, в которые наши пользователи ходят, получают какие-то отчеты, что-то выполняют с этими данными. Если мы посмотрим на развитие этих систем, очень многие системы уже работают по 20 лет, которых просто люди боятся трогать, потому что сломается, и все, и кранты, и больше невозможно это восстановить. А с другой стороны, если посмотреть на текущую ситуацию, то большинство систем, которые создаются, их максимальное время жизни лет 5. Они создались, их поиспользовали, и в среднем их выкидывают и переписывают с нуля, потому что так проще. Потому что ушли люди. Это как создание. Вот если посмотреть на старые дома, если люди оттуда уходят, оно начинает разваливаться. Вроде все те же стены, окна, крыша. Но вот оно разваливается, оно не работает. И в какой-то момент его покупает, какой-то следующий девелопер, сносит и строит новое здание. Примерно то же самое и с системами. Возникает вопрос, почему. Если посмотреть на последние лет 15 развития инфотехнологий, очень сильный упор идет не на то, как данные обрабатываются, а на то, как эти данные представить пользователю. Быстрее, проще. Именно зачастую из-за этого невозможна система, переписать, то есть использовать ее как какой-то накопленный багаж и просто поменять юзер-интерфейс. Хотя паттернов очень много. Как это сделать? Как это проюзать? Но зачастую проще. О, у нас новая технология. Она позволяет раза два быстрее делать бизнес-логику. Юзер-интерфейс, давайте это используем. Мы сделаем все равно два раза быстрее, чем приведем в порядок старую систему. По разным причинам. К чему я все это ввел? К тому, что мы приходим вот к таким интерфейсам, которые на данный момент являются наиболее популярными. Facebook, Twitter, Skype. Почему я хотел обратить внимание на эти интерфейсы? Очень просто. Даже старые люди, мамы, папы наши, которые никогда не откроют себе на Vision или еще что-то, они все умеют этими системами пользоваться. Где в пульс? Ладно, это так. Напомнить, что на прошлой встрече-то об этом говорили. Но все другие системы, их все используют люди совершенно разных возрастов. Начиная от 10 лет и заканчивая 80. И что основное, что все эти системы, в большинстве своем, построены на том, что они выдают информацию пользователю. То есть пользователи не ходят эту информацию спрашивать. Они ему ее дают постоянно. Он чувствует, что что-то происходит. Какое-то activity. Кто-то здесь что-то написал. Кто-то здесь. Соответственно, если мы говорим о том, что система выдаёт информацию, то есть она построена на каких-то событиях, на каких-то сообщениях, которые пишут друг другу люди. Какой я для себя сделал вывод? Что можно сделать системы нового типа, которые, в принципе, опять же, в этом подходе, как Эвендрайвер архитектура, нет ничего нового. Вообще в любой архитектуре, про которую сегодня говорят, которая модна, сервис-ориентированная архитектура и другие, если вы знаете объектно-ориентированное программирование, для вас там не может быть ничего нового. Потому что, в принципе, все основы там, просто уровень абстракции немножко другой. Также и с Эвендрайвер архитектурой. Мы говорим о том, что системы или части системы начинают создавать события. которые куда-то кидают, и тот, кому нужно это событие, он его забирает. Как в Фейсбуке или в каком-нибудь хандаву классе, как в Френдленте. Вот я подписался, сделал его другом, я получаю от него информацию. Я не сделал его другом, я не получаю информацию. Если вы сталкивались с таким понятием, как Windows Messaging, Edit Handler, я думаю, это все знакомые термины. Это все растет оттуда же. Возьмем тот же самый Windows Messaging. Я сразу скажу, что некоторые термины вроде бы должны намекать на Яву, но я не такой большой знаток Явы, поэтому мне проще говорить про Windows. Windows изначально был построен таким образом, что окно выдает сообщение. Для того, чтобы сделать какие-то изменения, какие-то программирования, ты подписываешься на это сообщение, и что-то меняешь. Получил текст, поменял текст, и так далее, и тому подобное. Event Driving Architecture — это, в принципе, все то же самое, только на уровне систем. Система выдает сообщение, мы его получаем, мы его обрабатываем, если хотим. Примерно таким образом сегодня выглядит любое предприятие. Есть какие-то легоси-системы, есть новые системы, финансовые системы, многие используют мобильные системы, и так далее, и тому подобное. Конечно, на этой картинке очень часто любят говорить, давайте там использовать интерфайс РСБас, который прогоняет все. Не о нем сегодня речь, речь об ивентах. Суть в том, что если мы уже понимаем, что это есть, и оно будет, и никуда не денется, почему мы должны делать системы так, как делают очень многие до сих пор. Почему не делать изначально системы, которые будут эти сообщения куда-то выкидывать? Тот же самый интерфайс РСБас или между собой. Это не столь важно на самом деле. Как? Важно технологии, опять же, как это использовать, их очень много. Важно понимать, к чему это приведет. Во-первых, в системы не будут ходить спрашивать данные. Они будут получать именно в тот момент, когда это нужно. Я приведу примеры с простой жизни. Предположим, у нас есть некое предприятие, на котором работает 10 человек. И на этом предприятии 10 числа нужно сделать какой-то отчет, который основывается там на другом отчете, на третьем отчете. У нас Ваня должен сделать отчет, Вася должен подготовить для этого свои данные, и Петя должен подготовить свои данные. Что типично у нас происходит? И Вася звонит, точнее, Ваня звонит Вася и спрашивает, а ты свои данные подготовил? Он говорит, ой, я еще не знаю, потому что я жду Петю. Потом звонит Петя или пишет в скайпе, неважно. То есть идет запрос данных, вместо того, чтобы спокойно ждать, когда тебя проинформируют о том, что это готово. Человек сам никогда об этом не проинформирует. Зачем? Хороший человек, да. А типичный человек, который работает на любом предприятии, как и вы, если у него нету какой-то трудоголической зависимости, чем меньше он делает телодвижений, тем лучше. Он никогда не будет информировать никого о том, что я что-то сделал. Поэтому надо заставить систему делать это за него, если есть такая возможность. Как это может выглядеть? То есть есть… Человек просто, который посередине звено забыл вообще, что ему нужно что-то делать. А другой человек, если он ему не пингует, он надо его читать. Именно в том-то и суть, что до чего хочется дойти. Хочется дойти до того, что если из моего примера вот этот третий человек сделал свой отчет, то у второго человека не просто появилась сообщение о том, что он сделал. У него, по сути дела, появился таск. Теперь ты должен сделать это. То есть ему автоматически делается задание. У меня немножко дальше об этом речь, поэтому мне готовы тоже от этим. Опять же, самая простая картинка, на которой объясняется идеология кэвендрайминг-архитектуры. Если у нас есть некое приложение, которое генерирует ивент, предположим, ивент может быть типа изменились контактные данные нашего клиента. Он выкидывает этот ивент наверх. Дальше, предположим, у нас есть биллинг-система, которая понимает, что если изменились его контактные данные, я должен посмотреть, а не изменился ли его адрес, потому что на этот адрес я посылаю счета. И если он изменился, запустить логику, которая говорит, что вот эти счета надо перевыставить, потому что адрес поменялся, они если пойдут, они придут не туда. Он сделал свою логику, следующий ивент и так далее и тому подобное. Причем ивенты, в моем понимании, могут быть двух типов. Может быть классический ивент, который говорит, что вот я посылаю идентификатор этого клиента и говорю, что у него изменился адрес, а могу сразу выдавать бизнес-документ со всеми данными. Это уже подход чисто зависит от многих вещей. И так, и так можно. Вот не хотелось бы залезать в доклад Юры, но NoSQL это вот из той серии. Но я не буду туда залезать. Надеюсь, что каждый может для себя выбрать наиболее оптимальный путь. Это зависит от количества данных, это зависит от их объема, от их скорости получения, от очень многих нюансов. Что важно при таком подходе? При таком подходе абсолютно не столь важна архитектура приложения как такового, трехуровневая, на веб-сервисах. Это не столь важно. Важно, как вы обращаетесь с данными. Потому что, по сути дела, вы работаете с данными. Вы должны понимать, каким образом вы обрабатываете эти данные. Я, например, в последнее время все время делал такой подход, что данные разделял на четыре категории. Одни — это данные, которые критичны для этого предприятия, на основании которых делаются бизнес-решения, которые должны быть постоянно тебе доступны для принятия этих решений, как системой, так и человеком. Другая часть — там часто используемые данные. Третья — редко используемые данные, вообще ненужные обычно, ну, предположим, какие-то вычисления, которые ты вычислил, попользовавшись в промежутке, а потом можно это забыть. Потому что есть начальные, есть результаты, это всегда можно заново запустить. Причем в зависимости от того, на каком предприятии этот подход используется, критичные данные, ну, возьмем банк, да, там мы можем говорить, что они должны быть доступны в миллисекундах. Если мы возьмем какую-нибудь бухгалтерскую фирму, которая предлагает свой сервис нескольким предприятиям, там критичные данные могут быть в минутах или в секундах просто. То есть тут неважно, мы не можем сказать, что критичные данные обязательно в миллисекундах. То есть вот это разбиение, оно всегда специфично для предприятия. Исходя из этого, можно выстроить архитектуру, именно как раз передавать либо события, либо сами данные полностью. также продумывать вплоть до инфраструктуры, потому что типичная ситуация на данный момент, особенно для ваших предприятий, мы купили там Oracle или Microsoft SQL, засунули его в кластер, засунули туда все данные, у нас они всегда будут быстро и всегда доступны. Возникает вопрос, а для чего? Если мы понимаем, что объем критичных данных, которые действительно нужно получить в течение каких-то миллисекунд, не такой уж и большой по сравнению со всеми остальными, зачем на это тратиться? Возникает вопрос. Можно подобрать правильный эдишн, правильность это соптимизировать. Что мы в итоге получим? Вот как раз я уже немножко туда углубился. Если мы переведем, то есть основная идея состоит в том, что когда мы работаем данными и с ивентами, переходя от технического языка, я не вижу проблемы, чтобы эти ивенты также продуцировать на уровень пользователя. Именно в том случае, возьму тот же самый пример, если у нас поменялся адрес клиента, можно пользователю показывать, во-первых, информацию о том, что он поменялся, во-вторых, я показываю информацию, говорю, и ты можешь что-то при этом сделать. Потому что там есть какие-то права, есть какие-то обязанности, но их может сделать несколько человек, поэтому предлагает система сама. Вот ты можешь это сделать. И в случае, как с рапортом вот этого среднего человека, ему можно дать сообщение о том, что ты должен это сделать, иначе кто-то другой не сможет сделать свою работу. И суть заключается в том, что сама система будет предлагать постоянно пользователю, что делать дальше, что он может сделать, и что он должен сделать. Если сейчас все системы, в основном юзер-интерфейс, разрабатывается таким образом, что нужно сделать там два или три клика для того, чтобы добраться до какой-то функциональности, почему вместо этого не показывать пользу сразу, что в данный момент ты можешь сделать такую функциональность, вот сюда нажми, и ты сразу это получишь. Плюс таким образом руководить действиями пользователя. Минус, конечно, очень большой, что этой информации будет, может быть, очень много. Ну, просто особенно не то, что он там должен сделать или может сделать, а просто информации. Может быть, огромное количество. Тут уже, опять же, зависит от размера интерпрайза. И для этого, в принципе, есть отдельная технология, о которой хочется поговорить, комплекс event processing. То есть что делать в ситуации, когда этих ивентов уже на уровень пользователя приходит такое количество, что он просто в них теряется, у него опускаются руки, он не может дальше делать. Во-первых, поговорим... Там есть очень хорошее определение, которое объясняет, что это такое. Но я решил его немножко переиначить. Почему комплекс? Потому что сложный. И каким образом мы можем понять, что это сложное событие? То есть если у нас есть три простых события. Мы знаем, что где-то в ресторане играет музыка и сидит народ. Плюс там еще происходит драка. Плюс там есть один человек в черном костюме, есть женщина в белом платье. Это же не событие. Событие было, что пришел человек в черный костюме. Ну, это не важно. То есть в принципе все равно. Если мы получаем события музыка, драка, черные-белые, плюс еще кричат горько, то мы из этих четырех простых событий получаем, что это свадьба. Суть заключается в том, что очень многие простые события можно обрабатывать и получать из них сложно. И уже сложно давать пользователю, чтобы он не должен был составлять сам из кирпичиков вот эти вот маленькие. Ага, вот это, вот это, вот это пришло, значит я могу сделать нечто. Это первый момент. Второй момент комплексовый процессник заключается в том, что это технология, которая позволяет обрабатывать данные в реальном времени. Сейчас большинство систем работает таким образом. Мы накапливаем данные, мы их обрабатываем, что-то пользователи делают и зачастую весь анализ данных происходит в прошлом. Это пример конкретный из биржевого потока данных, то есть сверху видно, как можно обращаться к этим данным. Когда накопились данные за прошлый день, биржа закрылась, я могу посмотреть, ага, по этой операции какое среднее время отклика. То есть если меняется цена акции, как быстро на это реагирует биржа, как быстро начинают либо продавать, либо покупать акции. Если у нас все эти ивенты, то есть у нас построена система таким образом, что она работает как ивенты, эти ивенты кинуть в канал, где процессится вот эти комплексы венты, можно прямо в реальном времени строить правила, которые говорят, что если некая операция поменяла диапазон времени 15 секунд, надо сразу отреагировать. То есть не завтра, а именно сейчас, именно сегодня. Каким образом это все происходит? Один из примеров, который именно по софту хотел привести, о котором рассказать, это продукт компании прогресс, опама. Продукцию они назвали опамой немножко раньше, чем обама пришел к власти, но тем не менее все равно получается прикольно, когда иногда говоришь опама, все спрашивают, кто-кто? Это не кто-кто, это что-что. Суть заключается в том, что когда все ивенты, именно мы говорим про технические ивенты, организованы таким образом, что их можно кидать из всех систем, то что предлагает этот engine? Ему отдельным каналом, как дубликат этих событий, можно перенаправлять всю информацию. Он ее через себя пропускает. У него есть определенный engine, которым можно строить правила. То есть у тебя структуризированы ивенты. Типичный вариант это XML. Тот же самый пример с клиентом. Приходит информация о том, что поменялся адрес. Мы эту информацию получаем, обрабатываем, понимаем, ага, адрес поменялся, мы что-то делаем. Например, мы говорим пользователю, слушай, адрес поменялся, иди-ка нажми кнопочку и проверь, не надо ли счета переставить. Это можно сказать системе. Иди-переставь счета. Это можно сделать более продвинуто. В том плане, что этот engine также позволяет сохранять информацию об ивентах. Пример из банка, когда это используется, например, это определение случаев мошенничества. Например, если все транзакции, связанные с кредитной карточкой или с дебетной карточкой, совершаем в банкоматах. Отдельным ивент потоком пустить на этот engine, мы можем сказать, родной мой, если прошел снятие денег с карточки, и если в течение, предположим, 5 минут происходит повторное снятие карточки, но по географической локации это находится, не знаю, там в 20 или в 30, или тем более в 100 километрах, то, будь добрый, заблокируй это. Мы поднимаем флажок. Ага, вот такой вент пришел, деньги снялись. Ждем 5 минут, и если приходит на эту же карточку вторая транзакция, смотрим географическое расположение. Для этого все технологии на данный момент имеются. И в случае, если они очень разнесены по километражу, просто это блокируем. Второй вариант перенаправляем, это в виде смс, мейла или еще что-то в виде таска на кого-то из отдела, который занимается случаями мошенничества, road detection. Это как бы один из примеров использования. Очень хороший продукт, с одной стороны, они обещают, что он может процессить до 100 тысяч сообщений в секунду, но стоит очень больших денег. То есть, если мы говорим там в эстонских деньгах, пока еще в эстонских деньгах кронах, то есть это пересчет идет на миллионы. Есть альтернатива. Эсперт. У него есть как open source версия, так и версия за деньги. У него имплементация Java, у него имплементация .NET есть. Могу сказать сам, что с .NET игрался, в той версии, которая бесплатная, самая большая проблема – это производительность. Ну, он медленный, прямо скажем. Если хотите быстро, это уже за деньги. По внутренней структуре он работает точно так же. Мы туда кидаем ивенты потоком, мы их обрабатываем, мы можем использовать базу данных, которых мы сохраняем при ведущей событии, и дальше мы уже реагируем. Связываемся с другой системой, которой говорим, что-то сделать, посылаем смс, пользователю, мейл, все что угодно, как ваша фантазия это может пожелать. Основное использование этой технологии – это, безусловно, обработка вот всех этих данных, которые поступают, которых очень много. И как раз моя мысль заключается в том, что сейчас это используется для того, чтобы фильтровать информацию. То есть мы просто фильтруем информацию. Очень часто комплексов и процессинг, они даже сами производители говорят, что нужно использовать только в том случае, если вы хотите поймать какие-то эксепшенал случаи. То есть обработка всех данных, они просто не выдержат по производительности. Обработка каких-то событий, которые выходят из стандартных, это та вещь, где сейчас в основном применяется данная технология. Соответственно, что она дает? Это возможность автоматически обрабатывать события, возможность очень быстро среагировать на это событие. Еще один пример, например, из биржи. Иногда на бирже бывает такая ситуация, когда хотят подогреть интерес к акциям. Как это делается? У тебя есть два человека, которые договариваются. Слушай, вот я на миллион долларов продам сейчас акции, а ты ровно по той же цене на миллион долларов купишь акции. То есть в принципе никто ничего не выиграл, никто ничего не проиграл. Но что происходит после этого? Биржа реагирует не столько на цену, сколько на объем. На миллион долларов акции продали. Надо что-то делать. Либо скидывать, либо покупать. И дальше уже эти двое сидят и ловят. Куда они пойдут? И на этом, собственно, идет игра. Вот эти комплексы и процессы технологий позволяют определять такие вещи, потому что в принципе для того, чтобы это сделать, они должны достаточно быстро нажать. Иначе там буквально секунды уже может все поменяться, то есть они ничего не выиграют. То есть практически они сидят на телефонной трубке и говорят, ну, жмем. Нажали, прошло. Так вот эти технологии позволяют заблокировать такую операцию. Буквально за какие-то миллисекунды. То есть это полностью блокируется и биржа даже вообще не видит этого объема. Еще один пример для меня был очень интересный, который тоже мне рассказывали. Это реальная вещь, которая реально работает. На границе с Германией и Францией есть такая зона. Она примерно, получается, 6 километров. То есть 3 километра, скажем, на одной стороне границы, 3 километра на другой стороне границы. Это зона, в которой твою машину могут остановить и досмотреть. Ну, документы проверить выборочно. Если человек уже выезжает, машина за эту зону или еще не доедет, они не имеют права останавливать. Я, может, с километражем ошибаюсь, но все равно там не больше 10 в общей сложности. Дальше полиция определила такой интересный паттерн, что если со стороны Франции в Германию едут там два каких-то фургончика, определенного типа и так далее, на расстоянии полукилометра, то с большой долей вероятности это наркотрафик. Но дело в том, что человек, который стоит на границе, вот у него есть эти 6 километров, если машина идет, в общем-то, с приличной скоростью там, он не успевает среагировать, то есть он не успевает принимать решения. То есть до того, в тот момент, когда он соображает, вот надо бы остановить проверить, они уже эту зону проскакивают. И что, значит, сделали в этой ситуации? Поставили видеокамеры на расстоянии 20 километров. И ситуация была таким образом, что он определял марку машины, ну или примерно по описанию, по видеорисунку, и скидывал смс стоящему полицейскому о том, что потенциально вот эти машины надо остановить и проверить. И человек уже был просто готов, он знал, что вот сейчас вот буквально в течение 10 секунд машины сюда приедут. Вот. Второй, еще один пример тоже, это о том, что вы поняли, что это не просто техническая вещь, тут фантазия может играть, ну как угодно. Еще одна вещь, это австралийское казино. Они нанесли на карты специальные какие-то там такие реф-айди, которые ультрафиолетом смотрелись. Я не буду, не помню точно технические детали, это не столь важно. Но суть в том, что все камеры, которые смотрели на столы, они определяли, как идет игра на столе. Соответственно, там был написан алгоритм. Как вы знаете, что, может не знаете, тогда расскажу что-то новенькое. В казино примерно такая система, что у тебя сидит в некоторых комнатах человек, перед которым 20 мониторов. И его задача следить за тем, как идет игра, чтобы опять же не было мошенничества. Люди умеют просчитывать, еще как-то, ну разные вариации бывают. То есть в какой-то момент смотрят, вот там, наверное, мошенничество, он приближает камеру, начинает следить за этой игрой. Если что, может игру остановить, поменять дилера, все что угодно сделать. Что они сделали? Они в камеры встроили все эти алгоритмы, нарисовали всякие паттерны, как и что может происходить. И система работала таким образом, что если система предполагала, что там может быть мошенничество, они человеку, который сидит в комнате, давали большим сигналом, notification, слушай, вот на камеру номер 20, обрати внимание. То есть не то, что он должен был сидеть и по 20 камерам гулять, а ему конкретно, туда посмотри. Они эффективность выявления мошенничества увеличили после этого в 5 раз. Собственно, вот я немножко рассказал, где как раз это все используется. То есть торговля биржи, это понятно, там очень большие объемы информации идут, очень быстрые операции. Там на сегодняшний момент человек уже не в состоянии практически ничего сделать. В каких-то маленьких биржах, да. Банк – это одна из тех вещей, где вот именно fraud detection используется очень сильно и очень много и совершенно разные ситуации. Бизнес-активити, мониторинг, секьюрити, то есть, как я говорю, области применения очень много. Например, что можно сделать? Если у вас есть какой-то сайт, на который ходит миллион пользователей и какая-то программка а-ля Skype, на которую ходит миллион пользователей и кто-то хочет поломать, предположим, логин или с одного IP-адреса там открывает кучу страниц с разными аккаунтами или кучу программ логиниться с разными аккаунтами. Типичная ситуация, когда все это пишется в логи. Как часто админы лезут в логи, чтобы проверить, что там было при таких объемах? Я думаю, что не очень часто. В лучшем случае раз в месяц они туда залезут, что-то посмотрят. Опять же, при перенаправлении этих событий на систему подобного комплекса рент-процессинга можно отлавливать. О, с одного IP-адреса в течение такого-то времени идет столько логинов, значит, это может быть какой-нибудь там кейс. Или автоматически его обработать и заблокировать, или дать информацию, которая уже дальше поедет в логи. То есть, предоставление информации тогда, когда это нужно, когда ты можешь среагировать, когда ты можешь поймать. потом лазить в этих логах, разбираться, кто что сделал. Ну, зачастую это просто невозможно. Соответственно, возникает вопрос, можно ли и для чего можно это все использовать. что сегодня хотелось довести этим выступлением? Две вещи. Во-первых, подход к тому, что вы ежедневно делаете. Мне кажется, что немножко ситуация начала меняться. Надо больше задумываться о том, как, что все-таки мы занимаемся обработкой данных и как эти данные довести до пользователя. Таким образом, чтобы это работало все эффективно. То есть, в этом есть свои плюсы. Все это выстраивание событий, все это возможность довести быстро, отреагировать быстро. Сейчас, как и в случае с поездами, как и в случае с компьютерами, скорость это решает многое. Второй момент, это, конечно, автоматизация обработки событий. Потому что при том объеме информации, который на сегодняшний момент, даже маленькая фирма, где работает 10 человек, сумеет за месяц убить просто мозг количество информации, которую они могут за этот месяц продюцировать. не говоря уж о больших объемах. То есть, это второй, наверное, плюс. Минусы. Их очень много. Именно поэтому я говорю, что это все-таки размышления на тему. Я не пропагандирую начинать это делать прямо сегодня, прямо сейчас, именно в таком виде. Минусы – это очень большой объем информации. Это практически… Ну, это трудно автоматизировать. По крайней мере, сразу это не удастся. Это очень длительный процесс, это очень долгий процесс. И зачастую его невозможно объяснить тем, кто заказывает эти системы. Это раз. Второй момент. С построением таких систем можно очень быстро запутаться. При уходе людей, да просто бери бестолковом подходе, оно уйдет из рук, оно расползется, начинается дублирование. Вы все программируете, ну или по крайней мере очень многие. Вы сами знаете, как умеет копипейстом расползаться код. А если это перенести на уровень систем, я боюсь, это может стоить очень многого. Когда мы говорим, что мы не будем не переписывать всю систему, мы просто будем полностью убивать, не знаю, десятки систем и поднимать это все с нуля. Тут нужно либо человек, либо даже группа людей, которые сумеют это все держать под своим контролем. Как есть дом, да, с домоуправдомом, который вот ходит, там тетя Маня, там то, все, пятое, десятое. Это надо как-то контролировать. И на данный момент на самом деле, сколько я не говорил с людьми, которые вот думают про всякие SOA и прочее, это одна из основных проблем, почему это все не работает. Программисты, те, кто разрабатывает систему, они могут придумать классные вещи. SOA, reusable code, reusable системы, месседжи туда-сюда гуляют. но если ты не ухаживаешь за своими системами, они начинают разрастаться всякими разными вещами. В какой-то момент никто уже не понимает, как это все поддерживается, кто с кем общается, куда ходит информация. Ну, то есть, такой хаос начинает происходить, что после этого народ приходит и говорит, так, Паша, SLAM, лучше будем по старинке все делать. Вот, это, на мой взгляд, очень большие минусы, которые на данный момент не дают возможности такие системы применять повсеместно. Цена. Ну, и цена тоже, да, конечно. Хотя, с другой стороны, говорится о том, что начальные инвестиции очень большие. При правильном подходе лет через 5-10 будет все в шоколаде, и вообще можно будет вот так вот все менять. Хорошо, наверное, на тех предприятиях, где нет ничего, такой zero состояния. Галяк, вообще ничего нет. Вот там хорошо с нуля поднимать. Там, где уже все развивалось лет 10-15, очень трудно. Очень трудно объяснить им, что ребята, через 10 лет вы будете экономить деньги. Работа на эксплуатах. Да. Необязательно покупать эти. строительные системы, можно просто поднять идеологию. Именно. Я вот к этому и веду. То есть, мое сегодняшнее выступление, то есть, как бы подытоживая, было в том, что просто задумайтесь о том, что подходы, как строить системы, могут быть разные. Для этого действительно не обязательно покупать большие, навороченные системы, тратить кучу денег. просто в конце приведу пример. Ездил в Белоруссию лесной, участвовал у них в конференции, SEF, Software Engineering Forum называлась эта штука. И так, сходил на один семинар, где они рассказывали, как они тестировали СОА-архитектуру в контексте государства. Выступал архитектор и project manager. И говорили, ну вот сначала, значит, мы сделали research, а что нам для этого нужно использовать? Мы посмотрели на то, на все, на пятое-десятое, в итоге выбрали какой-то там Oracle-овский продукт, причем их там в кластер, с базы и так далее. Ну, я так прикинул, миллионов на 10 долларов точно всего этого было софта. Вот, в итоге говорят, что мы построили систему по принципу СОА, то есть она общалась, она месседжи посылала и так далее. Говорит, вот мы там 3 года упорно работали, мы доказали, что это все классно и здорово, но у нас возникла, говорит, проблема. Проблема такого плана, что у нас классификаторы не электронизированы, они только на бумаге есть. И мы ничего не можем дальше сделать. То есть вопрос, опять же, подхода к данным. Начинать нужно с данных. И вот эта мысль, которую хотел довести надо перестать, наверное, думать о том, что мы делаем какие-то инфосистемы, какие-то технологии, веб-сервисы. В первую очередь нужно думать о пользователях и о данных. А уж потом все остальное. И тогда у вас вообще мышление будет совершенно по-другому. Подходите к данным, к том, с чем вы занимаетесь. И не говорите, что мы там продвинуты. Безусловно, очень многие продвинуты. Это очень хорошо. Но в принципе мы занимаемся обработкой данных. Просто не на перфокартах, а немножко на других машинах. Вопросы? Это составлено из двух слов. Я вернусь немножко обратно. Я сам составил. То есть комплекс инфроцессинг и еда. Это темплейт такой. Это просто такой темплейт. Он никак не связан со светбанком. Мне никто за это не платил. Мой вопрос. Спасибо. Спасибо. А насчет того, что мы сделаем как-то самим заменим и самоковым. Здесь сразу такую научную информацию у нас идет отсыл. И за первым оттягивая инфекция сразу, потом уходит затем в математику распознаванием паттернов. Сразу хочется например показанное какой-то паттерн и потом его находят. И второе это технологии программирования или описания. Если это маниакально есть какие-то функциональные подходы. Значит объясню. Почему возвращаясь например к прогрессовскому продукту они начали с чего? Вообще прогрессовская вот эта Обама она родилась в Англии и родилась какими-то там очень умными я сейчас не буду говорить имена к сожалению не помню точно но суть в том что на этой технологии комплекс event processing очень много ресерча делается именно в область двух вещей это искусственного интеллекта который самообучающийся то есть ты ему показываешь паттерн говоришь что ты с ним что-то должен сделать а дальше он уже сам действует по какой-то линии и второй момент упрощение описания рулов то есть например ты написал несколько рулов тебе вот этот engine выдал результат ты говоришь о вот эти вот склей это разрежь то есть ну практически драгон drop исследований много некоторые удачные некоторые неудачные все удачные как та же самая опама которая свое первое применение нашла в биржах привело к тому что все эти исследования они сильно засекречены и стоят больших денег то есть в принципе что понятно то есть область которой действительно очень много есть чем заняться есть что продумать которая приносит реально много денег но очень тяжело что-то придумать потому что это реально нужно какой-то научный труд научный подход к этому делу нет да то есть я говорю тут надо подход именно такой математический анализ ну вот вот этот эспер есть но он опять же это он предлагает тебе в основном engine ты можешь там описать эти рулы но набор вот как готовых рулов как примор когда вот я хочу это использовать практически нигде нету я думаю что даже если ты например андрей придумаешь что-то вряд ли ты будешь этим делиться с кем-то значит значит не на самом деле если мы возраст теряемся коммерческим коммерческим продуктам нужно понимать для чего ты их покупаешь то есть принципе я не знаю кто кто с вами сталкивался или нет но я могу сказать что подходя вот с точки зрения заказчика какой-то инфосистеме ты всегда высчитываешь какой-то эффект даст причем высчитывая в деньгах то есть я вложил миллион как быстро я его верну назад во многих больших фирмах типа скандинавских даже есть специальный процесс который тебе описывает описывает когда это высчитывает когда эта инвестиция тебе вернется вот поэтому если мы говорим про обама коммерческий продукт безусловно покупают не для инжина а инжин плюс какой-то набор уже готовых правил которые ты сразу можешь использовать что там предлагает обама это биржа банки и так далее да если мы говорим про не вкладывание денег вот эспер это идеальная платформа с которой можно начать играться в нее есть опенсорс вариант так я говорю то есть вот понимаешь тут подход опять же какой для того чтобы использовать комплекс event processing в первую очередь нужно построить event driving архитектуру то есть без этого оно работать ну постелями можно там подложить скажем что-то перенаправлять туда но в принципе эффекта это не даст молодая компания может так я говорю что для этого не обязательно дорогой продукт то есть начинать можно вот с этого эспера потом решать нужно это или нет но проблема вся в том что ты должен свои старые легоси системы под эту идеологию переделывать вот вот